Сегодня я буду запекать тыкву в ростере. Это вот такая маленькая духовочка у меня есть, потому что мне много тыквы не нужно запеченной в этот раз. И вот на таком маленьком листике как раз получится столько, сколько нужно. Я использую тыкву сорта зимняя сладкая. Вот видно это очень мясистая такая, очень такая красивая, очень ароматная. Сейчас декабрь месяц, я достал, разрезал эту тыкву и уже запах от нее очень хороший идет. Семечки у нее тоже довольно такие хорошие. Я их теперь оставляю и потом размалывая их, можно получить хорошую специю. Также из них можно приготовить неплохую халву. Запекать тыкву очень просто. Для начала я порезал ее вот такими ломтиками. Ну толщина примерно около 1 сантиметра. Сейчас отделю семечки и размещу нарезанные пластики тыквы на листик. Ну здесь уже дальше на усмотрение каждого. Можно, например, посыпать тыкву сыром. Если тыква не очень сладкая, можно даже и сахаром посыпать. Но вот этот именно сорт, он очень сладкий, его сахаром посыпать не требуется. Поэтому я буду просто резать эту тыкву, посыпать сыром и запекать. Чтобы запекаемый продукт не подгорал и не пачкал листик, чтобы его потом не мыть, очень удобно использовать разные вещи. Можно использовать специальную пленку, специальный термостойкий пергамент. Можно использовать также и фольгу. Я вот в этот раз использую вот такую специальную фольгу. То есть листик застилаю этой фольгой. Порезанную тыковку укладываю на листик. Стараюсь укладывать поплотнее. Можно брать кусочки покрупнее, можно брать кусочки и помельче. Все кусочки пойдут в дело. И посыпаю все это дело сыром. Сыр я натираю на терке. Причем стараюсь натирать покрупнее. Ну это дело конечно каждого, кто как любит. Но надо учитывать то, что если натирать помельче, то возможно вот в ростере именно сыр будет подгорать. А крупный только плавится и получается очень хорошее блюдо. Посыпанную сыром тыковку отправляю в ростер. Включаю духовку. Время приготовления определяется экспериментально. Ну примерно минут 10. Уже исходя из опыта я знаю. Все, процесс пошел. Тыковка запекается. И распространяет уже вкусные запахи. Тыковка успешно запеклась. Вот она, с пылу с жару. Пахнет очень вкусно. И видно, что немножечко, немножечко, может быть что-то, как бы слишком сильно поджарилось. Надо в следующий раз, наверное, ставить время чуть-чуть поменьше. Минут на 9. Ну я думаю, это ничего страшного в этом нет. Я люблю поджаристые вещи. Вкус тыквы с сыром, ну довольно специфический. На мой взгляд, вкусно. Но это, конечно, дело каждого. В конце концов, можно пожарить и без сыра. Так что рекомендую огородникам выращивать тыкву. Хранить ее. Вот она всю зиму хранится. И можно готовить вот такие вкусные блюда. Всем приятного аппетита.